Продолжение следует... Мы ее гулять вывозим каким образом? Мы ее спускаем на коляске. У нее стреление мозга. Она кричит от боли, когда у нее отголосок идет. И обратно мы ее с трудом поднимаем. Но если соседи проходят мимо, они помогают. О пандусе в подъезде и на улице Елена Патрушева просит управляющую компанию давно. Первое заявление, подкрепленное согласием соседей, отправила еще в прошлом году. В ответ отказ. Во второй раз ответили положительно, но только на установку пандуса на улице. И перенаправили в домоуправление уютный соцгород. И вот на днях, говорит женщина, его директор заявила ей, что на пандус просто нет средств. Здравствуйте, а можно с директором вообще сказать? А есть кто-нибудь, кто может пообщаться вообще, кто исполняет эти пункты? Руководство на месте мы не застали с директором дома управления. Связались по телефону. Мы будем устанавливать только на уличную сторону. А подъезде устанавливать пандус не будем. А если откидной пандус установить? Ну, посмотрим, если проект уже этот, одобряется, подставим откидной. Однако нас директор заверил в обратном. Пандусу на улице быть. И возможно, в будущем такое устройство появится и в подъезде. Зато в управляющей компании обещать не стали. Уличный мы устанавливать будем. В подъезде не можем, потому что техническое несоответствие. Очень узкий и наклон большой. Дом на Челюскино не может обзавестись пандусом в подъездах, утверждает в управляющей компании. Постройка 1952 года просто не предусматривала такой возможности. Елена Патрушева надежду не теряет и уже задумалась о том, чтобы установить откидной пандус за свой счет. Есть и еще вариант. Обратиться уже в жилищную инспекцию общества по защите прав потребителей или в районную прокуратуру. Алла Сугусманова, Андрей Ключников. Новости Татарстана.